здорово ребятушки с вами ладушки мы с вами в башне ну это на самом деле остров с маяком где прячется хэвлок пиндельтон и тут был их еще этот сторонник капитан не капитан короче перец которого нас просили спасти по этой штуке наверно могу пройти до стоку караулки 63 метра зачем он мне я хочу пиндельтона завалить так-то по-хорошему в общем вот этот вот капитан которого по моему самом первом задании нас просили спасти мол он хороший человек он не желает ничего плохого хоть он и стражник но пожалуйста ну я на это повелся я его спас вот а он оказался таким же предателем по сути он тоже оказался с ними выдержка из исторической книги об острове кингспару маяк остров кингспару расположен на середине реки рэнхэвен до прошлого века он использовался исключительно рыбаками и лишь изредка проводились религиозные церемонии во время марлийского мятежа нас на острове был построен форт и обустроена гавань призвана защитить город с моря вскоре после трагической гибели императрицы джусамин и колдуин это произошло во время эпидемии крысины чумы действующий лорд регент даунвола хайрам бэроуз приказал построить на острове современные укрепления и маяк бэроуза от которого мы убили если чем маяк бэроуза строительство которого завершено не так давно представляет собой настоящее чудо внутри него работает удивительное устройство соколова энергии маяк получает из ворвания понятно прикиньте ребят меня только что проглючило я думал вот это вот шипение думает у меня какой-то в наушниках проблем это шипение электрической лампочки если сюда отойти то его не слышно вот за такие вещи спасибо за такие вещи спасибо то что вы проработали учились живые где я тут хочу немножечко полазить но на самом деле не уверен стоит ли это делать я могу нарваться на больше неприятностей а вон вижу до свидания вот насчет убийства ребят я думаю вы с прошлого раза поняли почему меня так бомбануло он не может сюда пройти за счет чего мне сейчас получилось такое замедление времени его вроде не нажимал да тут были еще люди данному да ну не нам пришлось на самом деле не пришлось я их убил сейчас довольно хладнокровно почему я думаю это тоже уже поняли я допускаю что возможно нет найдутся среди вас люди которые подумают что я не прав я это вполне допускаю ваши ваши права ребят а вот и качи до спрят мастер где ты откуда вы постоянно лезете уроды по крайней мере они мне пули приносит и вот таким образом их более-менее стелф с собой убиваю ну по крайней мере они не успевают позвать подмогу насколько мне кажется так пендельтон у нас есть доступ к лодкам спасательным да ну-ка знаете в некоторых играх c это пригнуться в некоторых играх control и ой блин вон там их двое или же а вот никто не знает что произошло мы видели как девочка он то есть императрица прошла через караулку а моя коптом услышали выстрелы ага начались караулкин там была заперта так что мы правы и они нет не говорю что они злодеи кстати довольно правильные слова а а ступи кот да ван ван г а а а а а а а а а Интересно, сколько времени он там простоит? Давайте я здесь сохранюсь. Потому что вы, ребята, довольно правильно тут все рассуждали, знаете, я вас убивать не буду. Встань, пожалуйста, я постоянно сейчас буду путать эту кнопку, меня это, я думаю, еще не раз подставит. Поэтому вы двое останетесь живы. Так, эликсирчик. А схавать тут у вас нечего, да? Так, что у нас по заданиям-то, кстати? Войти в караулку, добраться до маяка, устранить пендельтона. Я бы, наверное, сначала за пендельтоном-то сходил бы. Сток. Тут у нас, интересно, кто-то остался или нет? Это же выход в тот же двор, где мы людей рубали, да? Lifeboat Access. Это сюда же, спасательным лодком. Это я вот тут прошел. Я понял, тут у нас были люди еще до сих пор. Ладно. Мостик. До мостика я, наверное, не доберусь. Ну, в смысле, отсюда. Я думаю, мне нужно откуда-то сверху это все делать. Сейчас будем пробовать. Будем сейчас пробовать, будем сейчас... Да, я вот тут вот по трубам лазил, потом вот можно вот сюда, надеюсь... Вот тут вот, мне интересно, током убьет или нет. Ну, да, там неприятно. Спасибо. Давайте я загружусь, ничего такого не произошло. Я тупо жизнь не потерял. Окей. Если мы хотим... Сделать вот так. Так, туда нам не получится, да? Ты прекрати перелетать мне тут, блин. Ладно, пойдемте. К Пендельтону можно и здесь зайти, я так понял, или нет? Тут есть дверь? Фиг-2 тут есть дверь, понятно. Туда я просто не долетаю. А откуда я могу туда долететь? Ну, здесь могу. А здесь не могу. Хм. Это интересно. Может быть, отсюда смогу? Нет. Ну, тогда получается отсюда. Да, все оказалось... Так, я, по-моему, знаю, что я сейчас буду делать. Все? Все. Чертова собака, вали отсюда. На улице будешь гнить. Да, хорошо. С Пендельтоном тоже разобрались. Тут у нас есть цепь. Сюда можно было забраться, может быть, и по-другому. Не знаю. Подъемник на маяк. Ну, мне туда, значит, явно. Там три офицера внизу стоят. А, ну, черт с ними. Мне туда не надо, поэтому я их не буду трогать. Я мог бы, наверное, опять замедление времени использовать, перебить их всех. Ну, к черту. Там пушка. Тут не очень хорошо. А управление здесь за дверью? Ну, да. Круто, круто. Хорошо. Я вас понял. Так, что у нас по... Мне бы интересно узнать, ты там один парниша или нет? Не один. Главное не терять голову, да? От вас не спрячешься. Я его, честно, усыпил, если что. Как бы мне узнать, сколько у меня эликсиров-то? Заметки, амулеты, предметы. Предметы. Вот. Три эликсира и шесть эликсиров. У меня три хилки осталось. Это мало. Паста накаливания. Я не отдал этому Пьеро, да? Или... Себе помощью Пьеро может улучшить... Ну, к Пьеро я уже не попаду. То есть, видимо, я все-таки это пропустил. И деньги, которые я мог потратить, я тоже пропустил. Я молодец. Так. Я не знаю, зачем я перенастроил. Поможет мне это в чем-то не поможет. Ой, вдвое. Их башни убивают, потому что я башню перенастроил. Неплохо. Подходи, подходи. Тебя башни тоже грохнет. Красиво. Окей. Наверное, так можно было делать и раньше. И если так, я протупил, извините. Я не нарочно, но... Это... То есть, можно было вытащить пак с ворваньем, а можно было просто перенастроить башню, чтобы она убивала своих. Тебе повезло, парниша, ты спишь. Все остальные... Всем остальным твоим друзьям не так повезло. Подъемник на маяк. Кстати, вот эта штука с... Остановкой времени, это полнейшая имба. Не зря она стоила 8. И так уж по-хорошему, мне, наверное, нужно было прокачать ее раньше. Нет, глаза это хорошая тема, все дела, но остановка времени, это прям топчик. То есть, можно тупо подойти, убить кого надо, кого не надо, и тебе никто ничего не сделает. Просто вот. Опа, и все. Так, ну, нам сюда. Пойдем Хевлока мочить. То есть, Капитана мы убили, Пендельтона мы убили. Я немножечко жалею, что мы так быстро убили Пендельтона. Я бы хотел, там, отрезать от него кусочки потихонечку, с учетом, какая он тварь. Нет, Хевлок, конечно, тоже тварь, редкостная, но вот у Пендельтона у меня были свои счеты. Так что уж как есть. Спасти Эмили, пока ее не замели. Двор, маякам, я вот между сериями подумал, можно было сделать гораздо проще. Там было миллиард возможностей для стелса. Все это можно было, даже убивая их, все равно можно было сделать гораздо чище и лучше. Я просто это все делал на эмоциях. Сейчас я немножечко остыл, наверное. Вот, но да, там можно было сделать лучше и не остаться с тремя колбами ХП под конец. Ой, блин. Сядь, пожалуйста. Я думаю, что у нас тот чувак из окна запалит. Я думаю, что у нас тот чувак из окна запалит. Дальше. Счастья очень хорошая. Я думаю, что у нас нет. Давайте, может, его никто не увидит. Его вроде не видят. Я думаю, что он не видит. Это круто! Вали отсюда Я не знаю просто сколько здесь людей Но этот бы его сейчас запалил Ну ладно, пока у нас есть усыпляющие дротики Я буду пользоваться усыпляющими дротиками У нас еще три штуки осталось Это спасет жизнь еще трем людям Допустим Хотя вот эти твари, которые охраняют лично Вот этого чувака Я бы не знаю, хотел бы я им жизнь спасать Да или нет, по-хорошему Потому что Да, хилочка Тут еды уже вообще нету Мне приходится ходить Вот чисто так уже Сколько там метров? А, маяк Все понятно Маяк Берлза Сохраняемся Дополнительно найти Хевлока В смысле дополнительно Я его и буду искать Дополнительно Без головы Хевлока Я отсюда не собираюсь уходить Если что Вот это вот темное зрение Это офигительно крутая фишка Это практически сонар Но проблема в том Что мне не очень нравится Ходить со включенным Потому что Не знаю У меня тогда Немножко неприятные ощущения Я стараюсь Как бы О, эликсирчик еще один Спасибо, спасибо Меня готовят Я вот не знаю Что будет С этим чуваком Он какой-то босс Не какой-то босс Но хилок мне под него Дают много Я вот сейчас Начал задумываться Как мог бы Выглядеть босс Финальный В этой игре То есть По сути Я ни разу Не видел Какого-то Ну Не, знаете Был Дауд Который Был Достаточно Бронированным Чуваком Кто у нас Там еще был Я имею ввиду Из Тех Здравствуйте С кем мы вступали В открытую конфронтацию Так Императрица Джессамина Колдуин От рывки с книги О покойной императрице Многие из тех Кто жил в ее правлении Будут до конца Не оплакивать Прекрасную Властительницу Которая Приняла Ужасную смерть От руки Собственного Слуги Защитника От нашей Да Конечно Сейчас Прежде чем ее отец Зашел на трон Колдуин Мы это читали Мы это читали Так что Не надо мне тут Ля-ля Окровавленная кукла Миночку Тут книги Не Это просто Муляжи Г Кто там Кто там Тут у нас Часы А тут у нас Здравствуйте И подъемчик А это Это для Радиовещания Это он Отсюда Если что Собирался С народом Триндеть Выдержка Из истории Военно-морского Флота Флот Адмиралтейство У каждого Острова Есть корабли Но ничего Не сравнится С блистательным Грозным флотом Гристалей Опытными Адмиралами Юноши Гристалей Мечтают Однажды Стать капитанами Этих славных кораблей В городе Есть целые Династии Капитанов Прославившихся Охотой За знаменитыми Пиратами И подавлением Мятежей Таких как Марлийский Мятеж Кстати Так на секундочку Ничего Славного В подавлении Мятежей Никогда не было Это так В мирное время И во время войны Кристалю Нет равных На море Корабли Созданные По проектам Антона Соколова Являют собой Шедевр Китобойного Искусства Они устроены Так что Команда Может тащить На борт Разделать И перерабатывать Тушу Еще до возвращения В даунгл По моему Это тоже читал Ну ладно Можно видеть Как кипит Работа на кораблях Которые Величаво Плывут По Рейнхевену Блин Чёртово название Возвращаясь В доки Богатых Компаний Таких Как Китовая Китовая Мануфактура Гривза В которой Мы кстати Были В закатном Солнце Вид гигантских Морских Созданий Лежащих На полубе Производит Незабываемое Впечатление Так Давайте Мы тут Проползали Давайте Мы теперь Тут пройдем Здесь У нас Ничего По сути Нету Давайте Выпить воды А вода Не восстанавливает Мне хп Или я просто Ее не пью Я просто Открываю кран Так Это у нас Огромнейший Такий план Тут везде Кровяка В детской Комнате Кровяка Тайн И секретов Я здесь Наверное Никаких Не вижу Здесь тоже Ничего Нету Хорошо Так 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 Ну Здесь Есть Ванна Тоже Можно Попить Воды Я Вам все Обещал Что Я Наверное Ой Кстати Я Даже Сердце Не Просканировал Ничего Ни разу Там Снаружи Я не помню Я забрал Там Была По-моему Последняя Руна Какая-то У нас Сколько Сейчас Вообще-то Рун Есть Ни одной Да А имеется Одна Имеется Одна И одной Мы сделать Ничего не Сможем Зато У нас Практически 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 Прокачан Весь Сет Но Кроме Крыс Тут Я Правда Не Особо Че Трогал Вот Только Живучесть Увеличил И все Я Че-то Забыл Проверить Когда Заходил Сюда Сейчас Я Уже Не Пойду Даже Если Там Где-то Осталась Одна Руна Ну И Фиг С ней О Маяк Водержка Исторические Книги О Острове Тут Какой-то Механизм Не Механизм А Аудиограф Давайте Послушаем Это не Про Меня Если Что Дневник Хевлока Запись Седьмая Наверное Последняя Возможно Мы Не Преуспели Бы В нашем Деле Без Корба Милочку Это Я Читал Еще В гостинице Но Просто С 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 Где Мы Видели А где Видел Труп То есть Была Машинка А вон Труп Труп До свидания Ну Отсюда Ж Вы Никуда Не Денетесь Правильно Пойдемте Там Там Есть Эликсир Который Можно Было Подобрать Какой-то Стой А тут Что Я Опусти Эту Штуку Обратно Пожалуйста Так Так До свидания Хэвлок все максимально чисто вот видишь императрица вас поддерживает кровожатая мелкая козявка статистика да там была одна руна видимо внизу ей в прошлой в прошлой серии заметил потом в этой серии про нее забыл видимо надо было но чтобы она нам решила типа но мы могли бы что-то еще одно качнуть какая разница тоже конец игры монеты я нашел почти все вот одну руну просрал до убита врагов 59 ха-ха ладно поехали конец там так и написано сверху конец да 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 но то есть ледовый кольдвын и верси кэмпану альбрид в евро и в салоне и в салоне в вершине в руках от китобойный промысел а вот кстати что случилось с нашим товарищем я надеюсь смыла его на фиг Она будет вспомнить, что ты там был, Горберт. Я не могу сказать напрямую, что это хорошая или плохая концовка. Я ожидал немножечко большего разворота в конце. То есть скажу, что произошло то-то, сё-то. Вот с этим, знаете, как бывают персонажи, которых ты встречаешь в игре и потом тебе рассказывают. С этим произошло то-то, с этим произошло сё-то. Дальше произошло вот так-то, вот так-то, вот так-то. Мне показали четыре скетча, в которых, ну, которые, типа, сказали, было так? Нет, было вот не так. И всё. И я не могу, честно сейчас, сказать, какая-то концовка хорошая или плохая. И что было в этом хорошего или что было в этом плохого. По-моему... По-моему, это что-то нейтральное. То есть Эмили стала императрицей. Это факт. Корва прожил долгую жизнь. Его уважали после смерти. Судя по тому, что нам показали, это так. Почему-то нам показали нашего крысомордого лодочника, который, как я понял, в шторм попал под китобойное судно. Нам на это намекнули, что его там накрыло... Я не знаю, короче. Я не могу пока что понять, как воспринимать эту концовку. То есть, я так понимаю, что если бы была бы какая-то плохая концовка, сказали бы, что вот всё, что ты сделал, всё было бы зря. И императрицу потом убьют или развратят и всякое такое. Если хорошая концовка, то все жили долго и счастливо. А тут нам ничего не показали. Что стало с чумой? Победили чуму, не победили. Что стало с учёными? Что стало с Соколовым? Что стало с Пьеро? Я ведь их спас. То есть, ладно бы мне сказали, что ты их не спас, поэтому мы тебе про них ничего не скажем. Я их спас. Но про это мне ничего не сказали. Что дальше случилось со всем этим? Ну, то есть, очень скудно, на мой взгляд. Все вот эти вот высказывания насчёт того, что чем кровавее ты проходишь, тем хуже будет концовка и всякое такое. Ну, не знаю, не знаю. Крысы. Ну, крысы были, потому что это чумной город. Плакальщики. Плакальщики были. Но я не скажу, что крыс или плакальщиков было как-то чрезвычайно много. Вот. В общем, не знаю. У меня смешанные очень остались чувства по отношению к этой игре. Можно ли её рекомендовать? Ну, пожалуй, на любителя. Вот. Насчёт стелса. Стелс тут немножечко кривоватый, потому что... Ну, вот вы сами видели, сколько раз такое было, когда тебе даётся возможность убить человека сзади, но не задушить. Блин, какая разница? Такое происходило несколько раз. Во-первых. Во-вторых, некоторые вещи работают довольно криво. Ну, как вот, например, в поместье Бойлов. Была вот эта проблема, что, по сути, мы же не запалились. И мы могли спокойно вернуться к гостям и убить леди Бойл, которой мы уже знали, какая она. Вот. Но однажды один охранник увидев нас, и все остальные на нас уже агрятся. Ну, не знаю. Это было не очень красиво, по-моему. Вот. В общем, стелс тут довольно средненький. То есть он есть. Тени работают очень непонятно. Иногда тебя не видно в тени. Иногда они тебя замечают там за 300 километров. И с этим ничего не поделаешь. Вот. Подкрадываться к ним. Ну, короче, такое. Есть хорошие моменты. Есть моменты отвратительные. Я не могу сказать, что все было плохо или все было хорошо. Это такой четкий середнячок. Вот. Мне понравилось, что существуют альтернативные моменты в некоторых местах. Там не то, чтобы или убей, или пощади. Вот. А вот был момент со Скледжевым, когда он предложил нам убрать пендельтонов, старших, там, вот этих вот двоих. И он сказал, что, типа, ты сделай для меня работу, а я сделаю работу за тебя. И это было круто. Вот. Насчет бойлов я, кстати, не нашел такой возможности. Возможно, она заключалась в том, чтобы убить трех Леди Бойл или только одну. Но я там не нашел какой-то альтернативы не убивать ни одной из них. А насчет Бэрроза. Скорее всего, я потом на монтаже смотрел, скорее всего, у нас была какая-то возможность с радиовышкой. Ну, то есть, нужно было дойти до точки радиовещания. И, возможно, там был какой-то альтернативный выход из этого всего. Я, честно говоря, просто между сериями о нем забыл. А потом, когда мне предоставилась возможность поговорить с Бэррозом, я вам сам сказал, что мне на секундочку высветилась кнопка поговорить. Я ее даже не рассчитывал, потому что это не тот человек, которому я хотел бы, наверное, спасать жизнь. Ну, короче, такое. Вот. Теперь. Насчет Хевлока и насчет вот этого капитана и насчет Пендельтона-младшего. Этих тварей я хотел убить прямо специально, потому что, ну, за такое не прощают. Даже какая-нибудь там ссылка и всякое такое, не знаю. Вот. В общем, игра иногда, как сказать, предоставляет какие-то альтернативные способы устранения объекта. Возможно, для тех людей, которые хотят пройти игру без убийств, я не знаю, возможно ли это, но я так предполагаю, что возможно. Опять же, насчет Бойлов я сомневаюсь, как-то можно было пройти без убийства, хотя бы одной Леди Бойл. Ну, хорошо. Если кто-то уж прям такой пацифист и стелсер, который готов по 300 раз перепроходить уровень, заучивать все маршруты, все места, все возможности есть, такие я не спорю. И опять же, я напомню, что я играю на запись, а на запись играется немножечко по-другому. То есть, когда, если я играю сам, я трачу, возможно, чуть больше времени на некоторые места, чем на запись, потому что у меня есть некий хронометраж, которому стоит придерживаться. Так вот, есть для людей, которые стелсеры, которые хотят пройти чисто, возможно, есть какие-то дорожки, пути, как это все сделать по-человеческим. Что мне понравилось? Мне понравилось переселение в животных, мне понравилось захват людей. Единственное, что тайминги, возможно, я просто неправильно подбирал тайминги, потому что с захватом людей часто мне это выливалось боком, потому что я не успевал прийти, куда мне надо. А иногда были, например, как вот с мостом, очень крутые моменты, когда я брал человека, уходил, куда мне надо, заходил в уголочек, потом его просто там аккуратно душил, и все было хорошо. Вот, опять же, когда я убегал от Бэруза на крысе назад, мне чуть-чуть не хватило буквально каких-то пару метров. И, возможно, даже не надо было ни с кем драться, просто прыгнуть в воду, но я тогда занял оборонительную позицию, мне пришлось сколько там, 5-6 человек убить. Окей, хорошо. Второе, что мне понравилось, замедление времени, я им не пользовался практически всю игру, потому что я прокачал его на первую стадию, первой стадии, по-моему, я вообще ни разу не пользовался, я ждал вторую стадию. Но, самый прикол в том, что под конец это очень сильно сыграло, и вот сейчас последние два убийства я делал именно на замедлении времени, штука офигеть какая крутая. Но она именно крутая для какого-то быстрого убийства, она слишком короткая, потому что вторая ступень уменьшает время замедления времени, время замедления времени, да, савтология. Вот, и это подходит только для того, чтобы быстро убить 2-3 человека, я думаю, чтобы куда-то пробежать, оно бы не сработало. Вот, для того, чтобы куда-то пробежать, именно вселение хорошая штука. Ну, опять же, телепортация, телепортация работает довольно странно, расстояния далекие, куда ты можешь телепортироваться, а при этом по высоте ты очень сильно ограничен. Я так понимаю, что это сделано специально для определенной страты геймплея, чтобы не было все так просто, но все же, мне бы иногда хотелось, чтобы лишний раз просто взял, наверх голову поднял, телепортнулся туда, и у тебя все пучком. В общем, нет, скиллы прикольные, темное зрение, вот эта телепортация, вселение, остановка времени, я не знаю, чем я не пользовался вообще. Ну, то есть, я единственное, что я говорю, что, пожалуй, я бы хотел начать пользоваться остановкой времени чуть раньше, мне бы она пригодилась, наверное, в парочке моментов, это был очень недооцененный мной скилл, ну, хорошо, что мы его хотя бы в конце распробовали. Крысы. Крысы, кстати, да, тема, я так и не качнул их на второй уровень, наверное, хотел бы, я бы хотел посмотреть, как это все будет выглядеть. Неплохой способ, именно когда играешь на убийство, просто отдельных этих охранников выцепляешь, загрызаешь крысами или натравляешь на трупы, да, тема. Потом, вот этот навык, которым я не пользовался, ну, я так понимаю, что он есть, когда ты убиваешь человека, он полностью растворяется, опять же, направлен на убийство. Трудно сказать, больше людей убил в этом прохождении или усыпил, наверное, все-таки больше убил, хотя, ну, опять же, это все зависело от того, что ты пытаешься, пытаешься, пытаешься сделать нормально, бах, нервы сорвало, и ты пошел всех рубить. Вот, ладно, да, ребят, в общем, выводы, 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 давайте так, рисовка мне так и продолжает не нравиться, как и в самом начале, тут ничего не изменилось, то есть, как выглядят лица и фигуры здесь, мне не нравится, окей, осталось очень много вопросов по сюжету, если начать к ним придираться, по-моему, сюжет можно разнести вообще в клочья, поэтому по сюжету я, по крайней мере, промолчу, это по сюжету не самая шикарная игра, тут надо очень сильно закрывать глаза, чтобы получать удовольствие от игры, это полустелс, полубоевик, причем и стелс здесь выполнен наполовину хорошо, и боевая часть здесь выполнена наполовину хорошо, и поэтому нельзя полностью стать стелсером, ну, быстро, ну, не то чтобы быстро, а с удовольствием нельзя пройти игру по стелсу, и с удовольствием нельзя игру пройти по мясу, Потому что есть очень глупая механика доспауна врагов, что я очень не приветствую в играх. Если у тебя определенное количество врагов на карте, пожалуйста, пусть их остается определенное количество. Мы когда убивали Берлзе, мы видели, что доспаун происходит прямо из воздуха. И это, честно говоря, отвратительно. Я не люблю, когда игры так делают, когда есть бесконечное количество врагов или какой-то доспаун. Это нечестно, на мой взгляд. Пусть будет какая-то казарма, в которой сидят 10 человек, условно. Вот. Поднял тревогу, они выбежали. Да, это приемлемо. А когда враги появляются из воздуха, это, по-моему, не очень хорошо. В общем, по итогу, это такая полухорошая полуигра, полусереднячок. Она не шедевр и она не говно. Она хорошая, нормальная. То есть здесь есть определенная доля, из-за чего я понимаю, что люди хотят в это играть. Здесь довольно неплохо проработана система секретов и загадок. Это интересно искать. Это я подчеркну. Это интересная часть игры, когда нужно искать пароли на сейфы, искать какие-то тайные ходы, искать загадки, вытаскивать руны. Это интересно, это круто, этим я насладился. Вот. Поэтому вот так вот как-то и выходит. Какие-то части в этой игре сделаны хорошо, какие-то средненько, какие-то плохо. И все это, опять же, приводит нас к оценке середнячок. Вот такой вот мой вывод. Переигрывать в эту игру, я не знаю, вряд ли я, наверное, буду, потому что по секретам я ее распотрошил процентов, наверное, на 80. А все остальное испытывать заново я не уверен, что я захочу в ближайшие годы. Ребят, вы все видели, вы все наблюдали. Если вам такое нравится, пожалуйста, идите играйте. Если нет, пожалуйста, не идите, не играйте. Я знаю, что существует вторая часть, во второй часть я также абсолютно еще не играл. Но это будет уже совершенно другая история, ребят. А с этим проектом мы заканчиваем. Спасибо, что были с нами. Увидимся в других игрушках, в других вселенных. Всем удачи, всем добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»